Что такое выездная регистрация? Короче, выездная регистрация, она не нужна. Это спектакль. Я уже тогда организовывала свадьбу, приглашала других регистраторов. У них всех были одинаковые тексты, одинаковая музыка. То есть мне не нравится в выездных регистрациях вот эта вот какая-то наигранность. Согласен. Я с тобой полностью согласен. Понял, Андрей? Привет. Привет. Это наш кухонник. Это Андрей. Это Олег. Да, мы. Собственно, смотрите, ребятушки, мы решили сделать этот выпуск, посвятить его выездной регистрации и, собственно, раскрыть этот вопрос прямо детально. И вот сейчас здесь вот так вот. Что такое выездная регистрация? Выездная регистрация – это церемония бракосочетания, которая проводится вне стен ЗАГСа. Ее может проводить сотрудник ЗАГСа. Тогда она совпадает с официальной регистрацией брака. Но чаще всего ее проводит либо специальный человек, регистратор, либо ведущий вашего свадебного торжества. В этом случае это, так сказать, спектакль, потому что штамп в паспорте ставят в ЗАГСе, как правило, заранее. Ну а стоимость проведения выездной регистрации в нашем городе варьируется от 4 до 50 тысяч рублей, в зависимости от разных факторов. Например, таких как продолжительность непосредственно самой выездной регистрации, место ее проведения, комплектация. Имеется в виду количество необходимого декора, арок, стульев и так далее. Всего, что может понадобиться для оказания данной услуги. Какое предложение у тебя? Есть у тебя предложение? Одно. Мое предложение связано с замечательной игрой в Суэфа. Давай. Мы с тобой примерно одинаковые взгляды по выездным регистрациям, поэтому я предлагаю разделиться. Сейчас мы играем в Суэфа. Другую руку возьми. Я, может, что это хочу. Все, давай. Отлично. Извини, что назвал тебя придурком. Так вот, мы играем в Суэфа. Давай, если ты... Кто побеждает, тот за выездную регистрацию. Ну, давай. Кто проигрывает, первый ножниц. Первый ножниц. А до одного? Да, одного. Суэфа. Да, меня не хочешь смотреть, что ты только туда смотришь. Ну, первый ножниц я хочу туда. А я хочу за зрителя смотреть. Смотри, какие некрасивые себя. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Суэфа. Суэфа. Я за выездную регистрацию, да? Да. Я против выездной регистрации. Блин, что я хотел быть против? На этом и закончим. На этом мое мнение заканчивается. Выездная регистрация — это красиво. И чё? Ну, смотри, вот, значит, все твои прекрасные родственники, мамы, бабушки, пришли на мероприятие, они расселись на белоснежные стулья, которые на прекрасном газоне, сзади великолепная арка, папа дрожащими руками ведет невесту, выводит ее на на сцену, получается. На педестал. Не всегда на педестал. Надо на поляну. Выводит карки. Давай называем так. Выводит карки. Карки как карки. Итак, папа дрожащими руками во вводит невесту. Приходит жених. Они все… Это просто просто изумительно это это просто супер эмоции накал страстей это в самом начале супер мощная штучка загс что за все то же самое за всем папа взял в загс и вот вывел к тете тете красивым голосом стихах корабли и загс сейчас нормальные тети в некоторых работ которые говорят корабль любви отправляется в путешествие под названием жить в загсе все то же самое тебе все равно вам все равно идти в загс какая разница ты отдашь там кому-то денег чтобы кто-то приехал и сделал спектакль если вы все равно поедете цакс ты приглашаешь своих всех гостей в загс в какой-то мет но смотри в загса значит ты попадаешь на трансфер сразу то есть как-то надо их привести сначала в загс потом посадить машину проследить чтобы валера из сызрани не напился раньше с вами пусть приезжает загс да у тебя приедет нас человек из 60 ну ладно бабушки не приедет то что у нее возраст в год бабушка как раз таки приедет первое кому надо тот приедет сам загс ты прям сразу говоришь загс во столько-то хотите приезжайте в загс но смотри загс теремок красивый за красивый загну у нас в самаре вдруг нас других городов смотри да есть красивый загс теремок например на управленческом я имею честь там собственно имел честь там жениться потому что свободных мест был только там тоже красивый загс весна не каждый загс красив и не во всех загсах есть церемонии в некоторых ты просто приходишь расписываешься до везде ты чё ладно везде тетя говорит корабль любви отправляют путешествия только где-то она говорит это сиди за столом вот в таком кабинете загс позвал ты бабушку дедушку всех гостей в принципе позвал кто захотел сакс приехать посмотреть на вот это вот станешь мою жену до 100 ну а вот допустим допустим давай я себе загс ты пришел в теремок там все в золоте ну а ты хочешь вечерин для тебя свадьбу в стиле бог и чё и вот видео где в другой за видеограф найди мне в самаре за стиле бога нету а вот тут тут выездная регистрация появляется ты можешь ее сделать в любом стиле просмотреть я смотрю видео за миллион тысяч рублей снимает 4 человека в пиджачках с рациями с дорогущими камерами ты видел таких да у нас есть такие они значит такие снимают все там миллионка разрешений само собой но только в начале у тебя выездная регистрация в стиле золото а потом богу начинается великолепно то есть их ты придумал себе вечеринку они же профессионалы пусть вставят это так чтобы это сочеталось то есть на хромакеем на все залепить смысл смысл в чем спектакль разыгрывается просто спектакль для чего зачем это короче выездная регистрация она не нужна это спектакль это спектакль который вы делаете непонятно зачем на самом деле потому что ну это как бы я же против я должен говорить там все церемонистеры и ребята которые ведут выездную регистрацию не подумайте ничего плохого вот свадьба делается для того чтобы бабушки дедушки мамы папы там друзья увидели ваши счастливые лица ваши счастливые глаза ну и в первую очередь вы делаете это для себя чтобы прочувствовать и запомнить этот день выездная регистрация это уже наигранный спектакль вы уже приходите вы уже все вы уже муж и жена у вас лежат колечки а еще есть такая плохая примета что обручальное кольцо снимать нельзя а перед выездной регистрации вам придется снимать свое обручальное колечко и отдать какой-то непонятной тете или каком-то дяде который может их потерять олег я придумал что у меня есть идеи давай наши зрители уже наверное какой-то какой-то вывод относительно наших точек зрения но эти точки зрения могут не совпадать нашими с нашим настоящим мнением мы просто сейчас как бы за и против да вы должны понимать вот зрители построили уже какой-то свое возможную точку зрения глядя на нас но я предлагаю для того чтобы мы же до болтиков разбираем для целостности картин для целостности картинки мы должны пойти к человеку который занимается выездной регистрацией большую часть своей жизни чтобы он нам рассказал моменты которые слушай ну давай тогда так мы пойдем к человеку который там занимается выездными регистрациями а я в свою очередь найду он любом случае существует есть я верю я найду человека который против выездных регистраций с транспарантом стоит вы должны не причем это ну все давай пари отлично мне нравится короче да ты идешь тогда ищешь который против я пойду поищу человек который за мы пообщаемся с ними и посмотрим через это не давай они дополняют мою картину твои дополни твою картину и потом а зрители собственно сам решет итак кать привет мы тут с олегом поспорили вот об этом вот об этом соответственно пришли к тебе задать тебе пару вопросов про выездные регистрации но для начала нашим многоуважаемым зрителям я бы хотел чтобы ты немножечко рассказал вообще о себе своем опыте проведения завод меня емельянова екатерина я ведущая свадебных церемоний и организатор всевозможных праздников с чего началась моя деятельность свадебным регистратором с проведенной церемонии в 2010 году первая церемония была мной проведена потому что меня не устраивало то что было на рынке свадебным в тот момент а я уже тогда организовывала свадьба приглашала других регистраторов у них всех были одинаковые тексты одинаковая музыка и это были были довольно скучно соответственно у меня появилась мысль создать свой сценарий свою музыкальную партитуру под этот сценарий и попробовать себя в роли ведущей тем более у меня был бы граунд я закончил академию культуры у меня были так скажем навыки ораторского мастерства поставленный голос я думаю а что я теряю ничего я попробовал у меня получилось до сих пор работаю в этой сфере на протяжении 14 лет естественно я повышаю свою квалификацию сначала так скажем я была одна ведущая у себя в агентстве затем у меня появились коллеги которых я обучила они также составили свои новые уникальные сценарии собственно проводили это дело у меня было такое агентство свадебных регистраторов а куда они сейчас сидеть а кто-то занимается ивентами кто-то ушел в материнство кто-то ушел в свадебные организаторы то есть всех судьба развела но сейчас вы не команда сейчас мы не команда это как-то вот испарилась это было актуально в 2010 2012 году а потом свадебных регистраторов стало очень много а слушай ты говоришь много сколько сейчас на скидку самаре людей этим заниматься давай посмотрим в чате регистраторы чат для общения 20 участников но мне кажется есть еще люди которых здесь нету но 20 человек мне кажется это основные игроки на рынке вкратце вкратце да твои твоя регистрация стоит дорого потому что ты очень хорошо это делаешь на вот на наш с олегом взгляд абсолютно точно а вот скажи пожалуйста выездной регистрации насколько я гуглил начинается от 4000 рублей в самаре и и ну там стоимость идет идет до твоей до нашей луны да да то нашел он соответственно скажи пожалуйста а вот в чем кардинальное отличие вот на твой взгляд регистрация за 4000 рублей и твоей регистрации если честно я даже не знал что еще самаре есть такие цены горько .ру горько .ру обычная регистрация давай с тобой порассуждаем что такое обычная регистрация это то с чего мы начинали из чего начинался самара это заготовленный текст который переезжает со свадьбы на свадьбу там кроме имен и даты ничего не меняется но для меня это наверное обычная регистрация все то есть факт я вас поженил объявила мужем и женой а сколько она длится примерно обычная регистрация мне кажется минут 10 она занимает в лучшем случае на лучшем случае на россию музыка целовались как ты называешь хорошая выездная регистрация с качественная выездная регистрация это во первых огромная работа предварительная с молодоженами с родителями возможно даже с друзьями а какая это интервьюирование мы встречаемся с молодыми я не знаю очень много вопросов потом они еще уходят с анкеткой потом я звоню родителям они мне рассказывают очень много всего интересного из детства из каких-то их там семейных традиций и из всего этого объема информации потом складывается некая история сколько времени она складывается то есть вот ты прям садишься и там допустим два дня пишут примерно два дня то есть я сажусь сначала я набрасываю структуру чтобы это могло быть и чтобы это было интересно слушать им то есть это не линейное изложение текста они встретили они родились и сегодня мы сегодня присутствуем на этом замечательном событии нет там идет структура она может быть совершенно разная то есть это повествовательные приемы это такая серьезная работать где-то что-то поменять как-то скомпоновать где-то удивить и это все через текст дальше что мы делаем по если касается моей работы да я этот текст прописываю после того как структуру набросала потом идет редактура это сложнейшая работа когда ты убираешь все ненужное убираешь ошибки да грамматические ошибки стилистические ошибки сложные предложения переворачиваешь простые чтобы людям было понятно добавляешь какую-то образность чтобы люди не просто слушали сухой текст да у них были какие-то картинки в голове то есть это довольно таки такая плодотворная работа которая занимает время настоящее творчество настоящее творчество на церемонии мы получаем уже так скажем развернутую историю не просто любви а получается двух семей то есть там всплывают и истории из детства очень много вообще удивительных историй особенно за прошлый сезон у меня было когда кто-то как-то повлиял вообще на встречу молодых людей они иногда стесняются об этом рассказывать но так как мы очень долго с ними общаемся они начинают доверять я из них вытаскиваю что я не могу вытащить из молодоженов тогда я звоню друзьям родителям и про ты прям берешь телефон и друзья они просто предупреждают что я буду звонить и и ребята не против если если не обычно не против не все молодожены как мы знаем да любят разговаривать прям вот ну то есть сидеть и долго разговаривать с незнакомыми людьми ну понятно что ты у тебя есть там свои какие-то уже фишечки да но тем не менее но вот допустим какие-то творческие ребята они могут час рассказывать про себя и там действительно получится классная история а что как быть если пришли сугубо технари которые вот так вот примерно тебе раз а для этого есть опыт и навыки так скажем писательского мастерства где-то ты ну не то что додумываешь да они например рассказывают что предложение было сделано в зимнем лесу они катались на собачьи упряжки да и он сделал предложение все больше из них ничего не вытащишь и ты начинаешь включать фантазию а какой был зимний лес у них спрашиваешь это было утро день вечер если это был вечер можно описать красивый закат и люди проникаются эти моменты то есть ты как раз вспомнил ту церемонию очень мало информации о молодоженах и там пришлось именно подключать вот такое художественное видение олег утверждает но это не его точка зрения это мы так нак端 skip папа но куда поспорили что церемония в загсе решает вообще все вопросы вот скажи пороть чем церемония загсе отличается от выездной регистрации какие вопросы хорошо а то я сформулировам церемонии в загсе решается все вопрос да олег утверждает что церемония в загсе может заменить выездную регистрацию полностью выездная регистрация как услуга в принципе не нужно давайте я начну с того что каждый человек каждая пара решает для себя нужно есть свадебная церемония на выезде или нужно ли и просто церемония в загс для меня в загсе это загс то что там происходит это фактически что у нас регистрация актов гражданского состояния бюрократии да нет ты приезжаешь в загс чтобы поставить свою подпись для государства ты становишься некой ячейкой общества официальным которая несет определенные обязанности получает определенные права и все там идет поток молодоженов в течение дня но в час примерно 4-6 пар это один и тот же текст слава богу не всех путают к концу вечера бывает кому нужна выездная регистрация но она нужна тем людям которые хотят прочувствовать этот момент которые хотят чтобы это было исключительно про них для них чтобы присутствовали все гости они часть гостей которые помещаются в зал торжественный то есть это люди не хочу сказать что более осознанные потому что в загс иногда взрослые пары приезжают просто именно для того чтобы заключить свой союз и они тоже они осознанные люди они делают этот шаг и вот важен важен именно как бы документальное подтверждение выездная регистрация это про любовь это про любовь про чувства про семью и вообще считаю что свадебная церемония на свадьбе это центральное событие то ради чего мы собственно и затеваем все остальное тоже тусовка по поводу этой церемонии скажи пожалуйста вот интересно именно твоя позиция твоя точка зрения в каких случаях выездная регистрация молодоженам не нужно может быть или денежные какие-то причины но денежные прежде всего потому что если вы не делаете свадебную церемонию то вы определенно экономите значительную часть бюджета да особенно если вы хотите хорошую церемонию очень много денег чуть больше чем 4000 рублей да собственно она не нужна но если очень хочется то можно конечно вариант найти кому еще не нужна свадебная церемония но я уже сказала тем кому нужно просто расписаться для каких-то там документов но и тем кто не видит потребности в этом большом масштабном мероприятии так смотри еще один тренд замечательный который мы заметили и он весьма сейчас актуален мужчины выездные церемониаторы и дамы кстати вот скажи в этом чате есть кто-то из мужчин это получается какая-то это как называется то модным словом то сексизм на самом деле просто самаре нет таких церемониаторов на рынке которые делают акцент именно на свадьбе церемонии поэтому мальчишкам там мальчишкам там дверь закрыть до делать там ничего хотя кто-то у нас был там но по-моему вышел потому что вообще закончился вент закруглился ну вот я сейчас тусуюсь в такой среде свадебных регистраторов по всей россии что там нет вообще разницы между ведет ли свадебную церемонию мужчина и тем как это делает девушка раньше у нас бытовало такое мнение что девушка это фея она вершит некое волшебство и я даже сама топила за то что это должны быть два разных человека на банкете потому что мужчина никогда не сделает так романтично красиво и проникновенно как девушки просто сердечки из моего слова выдернула и озвучила я так и считаю например но есть в россии мужчины которые ведут свадебные церемонии они настолько владеют словом я одного из них учусь настолько владеют словом что ты просто погружаешься там нету вот этого кораблей любви естественно там никаких нету там дай бог что вообще кольцами они будут обмениваться люди вещают о паре то есть они рассказывают целую историю минут 20 это занимает и люди с открытыми ртами сидят и слушают и плачут и смеются то есть это абсолютно другой уровень и сейчас на этом уровне работают и мужчины и женщины это разные впечатления там сейчас вот у ведущих которые в топе находится они работают по всей стране у них каждый у каждого свой стиль своя фишка и там неважно девушка или мужчина но и мы вкратце уже так это затронули но может быть как про какие-то тренды которые вот ты наблюдаешь данный момент куда это все движется сейчас вот вот в конкретном моменте если тебя какие-то может наблюдения вот о чем мы еще не сказать но те люди которые хотят развиваться в этом направлении в этой сфере они движутся как раз в сторону истории то есть уходят от церемониалов вот этих пустых красивых кораблей кораблей любви речи невероятных речевых оборотов пустых с красивыми глазами уходит именно вот образ рассказчиков я кстати прошлом сезон заканчивала в сентябре у меня было несколько церемоний когда я работала на импровизации я проделываю ту же самую работу и беру интервью и пишу структуры даже пишу текст но потом я в определенный момент поняла что он мне вообще мешает на церемонии я понимаю что если я где-то забыла какую-то фразу я начинаю немножечко заучить и я решил попробовать и тем более вот коллеги рекомендовали горит уйди в импровизацию просто работай там и без бумажки без заученного текста то есть получается ты прописываешься какой-то костей какой-то скелет да и ты от этого скелета уже просто своими словами это перескать но наверное нужно быть абсолютно косноязычным человеком чтобы это было хорошо но в чем плюс но на мой взгляд вот эти вот все красивые обороты они превратились в простую речь но красивую она стала более доступной церемонии стала более легкой и понятный и понятный всем на одной из церемоний ко мне подошла девочка 13 лет и говорит я вообще на свадьбу не хотела ехать она пришла обниматься играть я на свадьбу не хотела ехать и вообще суть не люблю вот эти корабли любви игры но я сегодня вообще по-другому посмотрела на то что это может быть спасибо вам и кидается ко мне обниматься и думаю ну вот ну вот мне кажется что туда движется церемония она должна быть более легкой сейчас потому что вот это вот уже чопорность когда вот все стоят ведущие 100 есть классные штуки такие церемонии на барных стульях или например останавливается банкет в центре ставится какой-то антураж садятся молодожены и ведущий начинает просто с ними общаться и это церемония слушай но я с трудом могу себе представить что наша консервативная публика вот именно самарская до готова к таким вещам в большинстве ты же сказал куда идет да я показала вот самый верх куда идет куда кто-то все равно придет потому что когда у нас в самаре появлялись выездные регистрации наш консервативный публик тоже не сразу да что это мы уже загси распишемся зачем нам это нужно а потом очередь сделайте нам в одну регистрацию мне кажется каждый год тренд на индивидуальность все придумают какие-то новые форматы церемонии я за свою жизнь прошла и круговую церемонию когда все сидели по кругу мы уложены стояли в центр была ночная церемония кстати потрясающая была ночная церемония что что есть ночная церемония у нас была встреча жениха с невестой с гостями это вместо вот как раз парад гостей они тусовались общались с ними общался ведущий потом был банкет и в девять часов когда солнце село мы все вышли на выездную регистрацию невесте очень хотелось на закате на ты знаешь там уже не было заката там можно было кроме что в девять часов в августе в лесу вот кормили комаров но было классно особенно кстати вот это с этой церемонии начинается наверное какие-то первые шаги в импровизацию я думаю господи что мы тут делаем темно пушка вот эта цветовая на нас светит чтобы на камеру все это хорошо получилось и стою значит вещая свой текст заученный ну что же мы тут делаем и они начинают говорить свои клятвы и пока они говорят свои клятвы и если не оставь сторонке мне делать нечего я поднимаю наверх голову это был август где-то середина а так как мы за городом там звездное потрясающее небо и невероятно звездо по то есть это не одна звезда в час они просто а это этим летом было да нет это было господи когда это было давно был тонкой больше пяти лет назад и как бы мой мой первый шаг в импровизацию думаю все и я сейчас не буду говорить то что я думаю сейчас буду говорить про это ребята вы знаете почему мы вообще задумали эту свадьбу эту церемонию на улице в этой кромешной тьме поднимите голову наверх посмотрите какая там красота и люди реально они увидели вот эти падающие звезды бред перезагадываем желание и дальше я там что-то импровизировала город перезагадаем желание для молодых молодые одевали кольца под слова про звездопад и что это значит это было круто вот этот вот нюанс какой-то его никогда не пропишешь сценарии то есть садишься пишешь церемонию про ребят а то что происходит вокруг это можно только на импровизации словить здесь и сейчас на одной из свадеб мы с мамой которая сидела на первом ряду очень активно общались она комментировала каждую фразу и мне пришло и приходилось на нее реагировать и но получилось довольно таки интересно потому что смеялся весь зал но прежде всего на ее реакции такая дама без комплексов была я что-то рассказываю на горит да ладно что так было что я не знаю я не знаю лично я лично я захотел побывать еще на трех твоих регистрациях потому что очень круто ну зовите как мы приедем давайте я проведу ваш свадебный юбилей кстати мы задумываемся об этом но посмотрите это это вопрос за кадром останется но а сейчас собственно я хочу обратиться к олегу который по ту сторону камеры это коллег ну что ты скажешь на это я считаю что вот эти доводы за регистрацию были великолепны твой выход друг ну что всем привет я наконец-то нашел человека который против выездных регистраций сейчас пообщаемся расскажем все будет классно ваш привет привет я против выездных регистраций с чего начать ты расскажи вообще кто ты что ты чтоб ну люди знали кто ты то есть не просто тогда говорить но не этап не потом мы с тобой естественно просто так поговорим я организатор детских праздников режиссер постановщик педагог-организатор в общем в творческой профессии нахожусь тогда давай так давай издалека пойдем давай ты замужем да у тебя уже дети да ребенок один тебя на свадьбе была выездная регистрация нет почему потому что в моей жизни мне хватает спектаклей постановок и прочего 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 вот этого вот а давайте мы покажем всем какие мы молодцы что мне не хотелось но сразу решили точнее я решала потому что первое что что это дело каждую каждой невесты каждой невесты на решает сама для себя и нет такого что вот так вот хорошо вот так вот плохо вот так вот нужно вот так не нужно то То есть говорить, что там только ЗАГС, или говорить, что только вы что, это уже прошлый век. Ну вот я за это не берусь. Каждый волен выбирать так, как ему нравится. И мы выбрали ЗАГС. Потому что для меня это по-настоящему. Для меня я кайфанула от момента. У нас мы расписывались в Дворце бракосочетания в теремке. И интеграция теремка, да? Сейчас такая картинка. Но потому что, может быть, от этого еще, понимаешь, моя мысль сформировалась. Может быть, от того, что именно этот Дворец бракосочетания не какой-то там ЗАГС где-нибудь подстегнут в кино. Условно, да? Мы расписывали в ЗАГСе и вот эта фраза. От имени Российской Федерации. Здесь и сейчас. Я объявляю вас мужем и женой. И понимаешь, вот это вот от невесты в жену. И в этот торжественный момент гимн звучит. И ты такой, вот от этого, да, я кайфанула. То есть мне не нравится в выездных регистрациях вот эта вот какая-то наигранность. Какие-то, опять же, ну понятно, что это все варьируется. Там смешно мы делаем, либо мы делаем нежно. Но, опять же, слишком нежно, слишком ванильного там, там все такое. Или там, ну тоже был пример. Я не много видела в выездных регистрациях. Скажу так. Вот это вот мы познакомились. Он мне написал. А я ему ответила. Слушайте, ну век романтичных знакомств он где-то, ну мне кажется, уже прошел. И вот это вот он мне написал, пойдем курить кальян. И я согласилась. И тут родители сидят. Ну, не знаю, в общем. Либо другой момент, обещаешь ли ты любить его, да. Обещаешь ли ты стирать его носки. Ну, камон. Зачем это здесь сейчас. Ну вот я, у меня вот такое. Слушай, ну смотри, вот меня Андрей пытался затопить из разряда то, что в ЗАГС ты не привезешь всех гостей, там, бабушек, дедушек. Это отдельные расходы. Вот расскажи у тебя, как это случилось? У меня все приехали в ЗАГС. Сами? Ну, во-первых, я изначально говорила, кому приехать в ЗАГС, а кому приехать на банкет. Ну, то есть, если я хотела бабушку везти в ЗАГС, я писала, два часа ЗАГС, пять часов банкет, да, там и дальше. Если я кого-то там понимала, что, например, ну, не знаю, каким-то там подружкам или дальним там родственным, которые в принципе, или там с детьми кто-то был, да, которые в принципе это не нужно смотреть на это. Ну, что вот там вот такого важного и интересного скажут, я имею в виду, вот для там моей подруги или там кузины, сестры, брата. Твой корабль любви отправляется. Вот знаешь, опять же, про корабль любви. Слушайте, у меня не было такой тети с канди-гобером на голове, знаешь, в розочке, которая вот-вот вот так говорила. Ну, согласись, вот это осталось в прошлом, просто у меня тоже вот в теремке была роспись, у меня тоже было все красиво, все, ну, по-настоящему. Красиво, по-настоящему. У нас была прекрасная девушка в абсолютно адекватном платье, знаешь, ну, прям вот, ну, все было нормально. При этом, при всем мы расписывались, вот, к вопросу, знаешь, о каком, об индивидуальности, что как бы ЗАГС, поток, все дела, ничего подобного. Мы зарасписывали 14 февраля, ну, как бы, можно представить, какой там был поток. Я, хотя мои гости говорили, что они видели невесту, я, как невеста, не видела ни чужих гостей, ни чужую невесту. То есть нас как-то так красиво завели, как-то так красиво потом в зал, как-то так красиво, в общем. А тебя тоже, да, получается, папа выводил там или кто? Там можно было выбрать, нет, мы заходили вместе, но можно выбрать, по крайней мере, в теремке, не знаю, как в других ЗАГСах, вариант европейская или классическая церемония, папа ли выводит. Опять же, я это вот не очень хотела. У меня просто еще такие, ну, как бы, такая тема семьи, она достаточно, ну, лишний раз не надо про семью там слушать или и так слезы накатываются просто того, чтобы разговариваешь об этом. Поэтому лишнего какого-то, а давайте мы выведем папу и, ну, не надо нам этих трогательных моментов. То есть мы решили все сделать так. И так все это трогательно, и так все это волнительно, трепетно, и вот. ЗАГС, понятно, ЗАГС, это круто, классно, это настоящие эмоции. Вот, если бы у тебя там была бы возможность еще что-нибудь, ты бы поменяла свое решение? Нет, не поменяла бы 100%. Ну, приказываю, да, что, говорит, там второй раз. Третий раз. А вот третий раз, говорю, да, там уже можно там сделать и свадьбу в восточном стиле. Давайте мы теперь вот так вот придумаем, а давайте в стране чудес делаем. Ну, короче, у нас классическая была свадьба. И я считаю, что ЗАГС это такая неотъемлемая часть. И пригласить, ну, мы приглашали всех. Опять же, вот мы разговаривали с девочками, готовились к интервью. Что в ковидное время ограничения были, да. И, возможно, вот выездная регистрация была таким, как бы, ну, вынужденным, вынужденным моментом. А так, пожалуйста, у меня бабушки приходили, дедушки приходили, подружки приходили. У нас было очень много человек. И в теремке они все сидели. Не было такого, что они все стоят у стеночки. То есть для всех хватило места. Все сидели на стульчике. Кстати, мне не хочется, это, крыш, выездная регистрация. Летом у них работала... Арочка. Арочка. Да, во дворике. Очень симпатично, очень красиво. То есть если ты не хочешь вот эти стены... Да, вот как многие топят, то, что, типа, выездная регистрация, мы на свежем воздухе. Ну, пожалуйста, вот, может, там красивый дворик весьма... Опять же, здесь хорошая возможность, вы представляете, ну, погода. Ну, погода, ну, мы никуда от этого не денес. Ты сегодня идешь, у тебя солнце, бац, дождь. Вот мы уже в таком климате. Как на Мальдивах. Ей вон. Ну и все. Они быстренько раз-раз, чик-пик, и мы перешли в ЗАГС. А здесь ты где перейдешь? Вот у нас была такая, был такой выездная регистрация. Да у всех такие были, когда стоишь и борешься, и с бубном там ходишь, чтобы... Ниже бы не было дождя. Ниже бы не было дождя. Да, потому что как бы есть план Б, но он как бы вот такой вот на коленке написанный, что если что, мы всю эту арку несем в два на два. В зал. В зал. И стоим около нашего президиума. Вот президиума. Да, вот еда, еду убрали, расписались, еду поставили. Слушай, ну смотри, вот как бы просто, ну, мое мнение, и мы с тобой, видимо, в этом перекликаемся, как бы ЗАГС это настоящее чувство. И как бы если мы смотрим свадьбу, свадьба это праздник настоящих чувств, по идее, да? И если ты хочешь по-настоящему это пережить, то, как на мой взгляд, ни одна выездная регистрация тебе это не поможет. Несмотря на то, что там под тебя пишут текст. Да, конечно, это спектакль, да. А зачем этот театр на праздники, действительно, на рождение ребенка, на вот соединение семей? Ну, какой-то, действительно, теряется вот этот вот глобальный смысл и сакральность. И вообще институт семьи в целом, он рушится, понимаешь? Да. Из таких каких-то мелочей. Ну, если прям вот, прям глобально посмотреть на эту историю все. Согласен, вот я с тобой полностью согласен. Понял, Андрей? Ну что, ребят, вы сами все видели, сами все слышали. Выводы? Выводы делайте сами. Если вы согласны и вы за регистрацию, пишите нам в комментариях. Если вы не согласны и вы против, тоже пишите в комментариях. Еще лучше ставьте лайки там. Дизлайки. Нет. Да это тоже классно. Нет. Да это обратный свет что-то. Можно дизлайки. Как хотите. Андрей, дизлайки ставьте, не лайки. Давайте ставьте. Еще момент. Подписывайтесь на нас, друзья. Мы, внимание, есть ВКонтакте. Все ссылки в описании. Мы есть на Ютубе. На Ютубе. Дзен у нас. Дзен. Дзен вообще посвящен только нашему кухоннику. Все ссылки там. Заходите, подписывайтесь на видос там. И, помимо этого. Самое главное, если вы хотите, чтобы мы осветили еще какую-то тему, новую тему, точно так же мы с Андреем поспорим, кто за, кто против, пишите в комментариях. Огромное спасибо нашим многоуважаемым спикерам. Екатерине Емельяновой и Марии Сидоркиной. Пока. 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 Все. Хватит. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok